Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили и вы на моей неделе влогов. Сегодня второй день. Мне кажется, этот день будет самый продуктивный. У меня очень много дел дома. Из дома я выходить сегодня не буду, но мы с вами будем делать уборку. Разбирать мой шкаф, потому что здесь очень много летних вещей, которые нужно спрятать подальше, потому что в ближайшее время они мне просто не пригодятся. Итак, первое, с чего мы начнем, это новинки. Вот такие вот брюки я вчера или позавчера себе купила. Мне они очень нравятся. Уже в них я пофоткалась. Обязательно выставлю свой инстаграм. И вот такая вот кофточка. Мне кажется, этот брюки мне очень идет. Смотрится очень красиво и в то же время тепло. Далее, например, шорты. Вот ни разу за весь сезон даже не носила. Нужно их убрать. Конечно, какие-то футболочки можно оставить, потому что можно надеть футболочку, а потом такую джинсовочку и вроде пока что носить. Но шорты в ноябре я уж точно носить не буду, поэтому убираю. Далее, что касается маечек, где видно пупок, опять же, не зимний вариант. Летние платья. А еще, кстати, вот это вот платье я купила. Мне оно понравилось. Мы с Фатей взяли одинаковое платье. Смотрите, даже бирочка ни разу не носила, хотя очень красивое платье. Далее опять две маечки. Ну куда сейчас маечки носить? Не знаю, шорты. Такую вот полосатую юбочку зимой я точно носить не буду. Не знаю, стоит ли это все примерять или просто вот так вот вам показать. Платье летнее. Такой вот прикид. Сейчас вам покажу его поближе. Это вот такие вот брючки. И вот такой вот интересный топик. Смотрится нечеток. Вот эта кофта, это вообще целая история. Я не знаю, когда ее можно носить. Летом, потому что в ней жарко. Зимой я ее носить не могу из-за ее рукавов, потому что эти рукава не помещаются в куртке. Если даже помещаются, это как-то странно выглядит. Очень нравится эта кофточка. Знаете, ярко так смотрится, необычно. Как всегда, у меня в телефоне нету зарядки. Ну да ладно. Я начинаю все эти вещи складывать аккуратненько. Вот так вот. И буду класть в пакеты. Вроде нормальные люди начинают уборку с утра, встают, не знаю, в 8 и начинают убираться. Я начинаю убираться тоже в 8. Но только в 8 вечера. Но просто дело в том, что я очень много работаю. Я, во-первых, у себя на работе работаю днем. Я снимаю очень много материала. И сказать, что я прям довольна собой, нет. Я считаю, что я могу еще больше творить. Я еще хочу записаться на английский, не знаю, в спортзал. Мне кажется, что я свое время трачу впустую. Я не понимаю людей, которые говорят, у меня нет времени на это или на то. Я считаю, что при правильном распределении своего времени можно успевать абсолютно все. Что касается личной жизни, вот я не представлю, что вот у меня есть парень. Я вроде бы иногда должна с ним идти гулять. А некоторые парни требуют, чтобы с ними гуляли прям каждый день. И мне кажется... Мне кажется, у нас ничего не получится. Один комментарий меня так рассмешил, девчонки. Иногда такие вещи пишут, прям смешно становится. На моем кулинарном канале iCook я там готовила пельмени. И там одна девочка в комментариях написала. Ты очень классно готовишь, у тебя клево получается, твоему мужу повезет. Я надеюсь, что ты его найдешь до тех пор, пока у тебя руки не будут трястись. Что-то такое она написала. В общем, так было смешно. Мы с мамой так угорали. У меня мама вообще такой характер. Она читает, читает комментарии, потом приходит ко мне. Алька, смотри, что тут пишут. Да они же правы. Зачем ты кости кладешь в тарелку, в которой ты ешь? Это же неприлично. Она вообще, мне кажется, самый главный хейтер. Но самое главное заключается, знаете, в чем? Я заметила, что в видео, где мы с мамой, там, наверное, где-то 500 комментариев и ни одного негативного комментария. Я очень рада, что у людей есть что-то святое. То есть мама для всех это святое. Поэтому даже если моя мама там что-то говорила не так, все писали, что она просто красавица, она такая классная. Реально это очень приятно, что все так любят своих мам, что не хотят обижать чужих. В общем, как-то так. Я пошла дальше делать уборочку. Буду снимать вам. Вы знаете, я пытаюсь навести порядок, а получается как-то наоборот, получается еще больше бардак. То есть я начала разбирать вещи. Есть куча вещей, которые я не знаю вообще куда деть. Ну, в общем, я отложила их в сторону и забыла пока что. Чувствую я, что сегодня уборка моей комнаты не закончится. Комната у меня маленькая, а хлама очень много. Кладовки нету, куда это все девать я не знаю. Если у вас есть контактные данные какого-нибудь детского дома, то обязательно пишите в комментариях. И обязательно, чтобы этот детский дом был в Азербайджане. В Баку желательно. Знаете, я завидую людям, у которых маленький шкаф, полно одежды и все помещается. Первое. Это кобура от телефона. Это мне нужно. А, здесь, знаете что? Это пустые баночки за год. То есть одно время я же снимала видео на тему бьюти. Поэтому я собирала эти пустые баночки. А сейчас я снимаю вообще другой формат. Я не знаю, это оставлять или нет. Стоит ли снимать видео. Ну, знаете, столько труда вложено. То есть весь мусор я храню, чтобы показать вам. Короче, не знаю, пишите в комментариях. Если не нужно снимать, то я это просто выброшу. Далее здесь какие-то коробочки. Сколько пыли. Все надо вытирать. Туфельки какие-то. Вот ни разу не носила эти туфли. Вот давайте покажу вам. Ни разу. Вообще нужно покупать какие-то универсальные вещи. Которые, знаете, под все. Но когда я одену такую шпильку? Когда пойду на свадьбу. Да. А на свадьбу я хожу очень редко. Ой, это вообще раритет. Сто лет этой обуви. Сто лет по обеду не ношу. Поддала бы кому-то с удовольствием. Черные туфельки классические. Ну, это мне нравится. Завтра собираюсь идти гулять. Пойду в них. Решено. Не обращайте внимания. У меня просто хорошее настроение. Что у нас здесь? Оу. Оу. Здесь бижутерия. Здесь новая бижутерия. Давайте я кому-нибудь в инстаграме подарю эту бижутерию. Хотя бы часть. Отберу здесь хорошие какие-то изделия. Потому что здесь вот такие вот цепочки с надписью love. Абсолютно все новое. Вот такие вот колье. Может кому-то оно надо. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Потому что я всегда раздаю все, что мне не нужно. Вдруг вам это надо. Единственное, что нужно сделать, это первым ответить на историю. Кто первый ответит на историю, тот и получает все. Я вот никогда в жизни не участвовала ни в каких конкурсах. И мне всегда казалось, что это полнейшая ерунда. Но после того, как я стала блогером, я понимаю, что это все реально. Потому что спонсоры, например, предлагают тебе подарить что-то, чтобы ты сделал какой-то гивэвэй. И уже дают тебе подарки. С одной стороны, и тебе это выгодно, потому что ты привлекаешь все больше аудитории на свой канал. И спонсорам выгодно. Но в моем случае никаких спонсоров нет. То есть это все я сама покупаю и дарю вам. Или же то, что у меня есть, я дарю. Вот, господа, с каким умом я покупала туфли вот с такой шпилькой? Я просто не знаю. Вот ни разу... Нет, хотя нет. Один раз я их носила. Сейчас я не знаю, куда девать. Даже если здесь будет суперудобная колодка, мне кажется, это супервульгарно, некрасиво. Мне не нравится. Вкусы меняются. У меня есть еще одна такая косметичка. Я даже не знала. Вот, смотрите. Я думала, что у меня всего одна. Здесь лежит моя бижутерия. А оказывается, у меня две. И вот эта вот побольше размера. Можно здесь тоже что-то хранить. Как круто. Я даже не знала. Надо почаще лазить в шкафах. Коробочка с сайта Beauty Home. Ну, здесь явно ничего нет. Вот зачем я ее храню? Это еще полбеды. Я еще храню коробочку с сайта Revolution Beauty. Вот поэтому у меня нет места. Потому что я храню какой-то хлам. Это нужно выбрасывать. Кофточка моя любимая. Девчонки, я отобрала более-менее классные вещи. Вот такие вот. Колье. Вот эти сережки вообще классные. У меня были точно-точно такие. Откуда у меня столько бижутерии? Я просто как больная заказывала с Алиэкспресс. Потому что за почту нужно было платить 1 манат 40 копейок. Вместо этого я брала не одну цепочку, а 10. Вдруг понадобится, вдруг кому-то подарю. Это вот тоненькие такие цепочки с интересными кулонами. Сейчас поставлю в Инстаграм, в Инстасторис. Может, кому-то оно и надо. Люди же покупают бижутерию. Смотрите, какой классный кулончик. Вот такой вот у меня был. Я заказывала их 2. Один носила просто с удовольствием. Ну, просто поднадоело мне как-то. Вся бижутерия новая. Ребят, хлам это вот здесь. Вот это всё я буду выбрасывать. Я отобрала самое лучшее и дарю вам. Столько вещей. Не знаю, куда девать. Вроде покидывать жалко, отдавать кому. Не знаю. В общем, бижутерию, которую я вам показала, я разыграла в своём Инстаграме. Выиграла девочка, которая и до этого мне писала «Поздравляю тебя с 50 тысячами подписчиков». Как приятно. А я даже не видела, что она меня поздравляла. Я нашла вот такой вот мимимишный пакетик. Всё это сюда. Вот всегда у меня так. Вот я начинаю уборку, начинаю что-то разбирать. Одно дело просто прибраться в комнате, там протереть пыль и всё такое. А вот как только я начинаю разбирать свои вещи, разбирать свой шкаф, убирать какие-то вещи на зиму, вот тогда я реально очень устаю. С начала съёмок этого видео уже прошло, наверное, часа 4. Сейчас уже час, по-моему, уже ночью. Мне ещё нужно это видео смонтировать, чтобы завтра до 12 выложить. Смотрите, там два стула стоят. Я просто на эти два стула ставила освещение и снимала вот эту часть. У меня просто в комнате нет люстры. Давайте я сейчас вам покажу. Мне кажется, вам будет интересно. Не все же вы смотрели рум-тур. Сейчас вам покажу мой потолок. У меня здесь очень слабое освещение и ещё обои розовые. И цвет отсвечивает, и получается, что всё розовое. Вы элементарно книгу читаете, книга розовая. Поэтому качество видео вот сейчас кажется, что ужасное, но на самом деле эта проблема не в камере. У меня камера Canon 700D, и она замечательно просто снимает. Проблема именно в освещении. Сейчас вам покажу. Как вы видите, люстры у меня нет. Здесь есть вот такой вот триггер из пота. Споты светят тоже очень слабо. Когда папа приедет, надо его попросить поменять эти споты на более мощные. Потому что я начала снимать влоги в своей комнате. Освещение — это просто всё. Вот когда плохое освещение, вообще качество видео получается ужасным. А это мой балкончик. Коротко о том, что творится в моей комнате. Да-да-да-да-дам! Сейчас я соберусь силами и разберу весь этот хлам. И вот эту часть бижутерии просто выброшу. Много чего выброшу. Некоторые вещи мне даже стыдно вам предлагать. Что выбросить вообще положила в прихожую. И сижу, значит, на балконе. Обалденная просто погода. Но почему-то мне как-то грустно стало резко. Сколько время? Время уже очень поздно. Пора спать. Но мне не спится. Я хочу смонтировать это видео. Я думаю, что я лягу где-то в 4-5. Я думаю, что самый верный способ поднять мне настроение — это пойти кушать. Там мама приготовила какие-то панкейки. Пойду поем. Вы просто посмотрите, какая красота. Это такие панкейки. Здесь сгущёнка. Банан. Я так говорю, как будто вы слепые. Вы не видите. Вот еда. И здесь чаёчек. Сейчас буду сидеть это всё кушать. Обязательно притащу сюда ноутбук. Буду смотреть какой-то сериальчик. Обязательно на платформе YouTube. И кушать. Приятного аппетита мне. Всё. Занимаем позиции, ребята. Принесла ноутбук. Обычно всё происходит вот так вот. Я не могу без ноутбука. Обожаю смотреть YouTube именно на ноутбук. Видите, рифма. Когда я вижу такую вкусняшку, конечно, у меня настроение справляется. Вообще обожаю еду. Еда, еда, еда. Это наше всё просто. Что мы будем смотреть? Заходим в тренды. Я вообще топовых блогеров как таковых вообще не смотрю. То есть я не люблю, когда видео прям профессионально смонтированы. Не знаю, какие-то крутые переходы. Я это не люблю. Мне нравится, когда всё просто. Крутой монтаж в телевизоре. Чего же посмотреть? Я вам говорила, да, я в последнее время смотрю мою прекрасную няню. Я увидела в комментариях, что вы тоже слышали эту новость. Что ей с каждым днём всё хуже. Сейчас пишут газеты, сайты, что она пишет завещание. Мне очень грустно от этого. Давайте посмотрим её. Денис, в прошлый раз было эффектнее. Взять, что закончился кетчуп. Взять, что она пишет. Всё, я уже поела. Было нереально вкусно. В общем, как всегда, всё было очень-очень-очень вкусно. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочное. Меня безумно приятно. Я вас всех очень-очень сильно люблю. С вами была Эмили. Всем пока!